Вопросами водоснабжения и водоотведения в Архангельске занимается компания РВК-центр. Не так давно мы уже рассказывали об очередях в ее офисе, связанных с необоснованными суммами в квитках заводу. Волна людского негодования докатилась и до депутатов областного собрания. Сегодня они пригласили руководство компании на заседание Комитета по жилищной политике и коммунальному хозяйству. Алексей Карельский продолжит тему. От РВК-центра, пришедшего на смену водоканалу, ждали масштабных ремонтов сетей, чистой воды, но пока получили лишь завышенные счета. Горожане обозначили проблему километровыми очередями в здании на Касаткино-9. К ответу компанию призвали также народные избранники. Ее руководство оправдывается. Плата больше, потому что первые квитанции посчитаны не с нового года, а с 20 декабря, когда организация приступила к работе. Людям начислили квитанцию, она включает в себя 12 дней декабря и плюс с января месяц. А еще говорят, что счета больше, потому что тариф изменился. Эти слова подтверждает и руководитель профильного агентства. Тариф у нас увеличился с 1 января в связи с тем, что ставка НДС увеличилась с 18 до 20%. И тут, конечно, произошло такое совпадение, что в декабре у нас действовал тариф на воду 37,29, а с 1 января он стал 37,92. Это ладно, но как быть со счетами за февраль? Один месяц, один тариф. Но у граждан все равно не сходится, как принято говорить, дебет с кредитом. Здесь квитанция Комсомольская 43, где стоит 33 куба потребления. На самом деле всего-навсего 13, то есть приписали 20 кубов. И это не единичный случай. Руководство РВК-центра проблему признает, правда, как организационную. Не имея у нас базу данных, мы не получили ее от МОПа, поэтому было насчитано по нормативу. И тем самым, значит, какому-то нашему отдельному потребителю были выставлены такие вот завышенные счета. Однозначно мы, во-первых, не будем взимать никакие штрафные санкции. Мы говорим о том, что можно эту сумму не оплачивать. Вы знаете тариф, вы знаете свое потребление. Можно просто перемножить и эту сумму заплатить в кассу нашего предприятия. Почему РВК-центр не договорился с водоканалом о передаче базы данных, так никто и не объяснил. Некие оргвыводы, говорят, сделаны. Даже уволен бывший коммерческий директор. Сейчас консессионер обещает по максимуму собрать показания приборов учета. Уточнить все начисления, исправить квитанции. В случае завышенного, соответственно, тарифа или завышенного счета в квитанции это устранить. Дальше саму квитанцию изменить, как положено, потому что есть все-таки установлены образца квитанции. Там, где прописаны, понятно, все графы, и люди будут понимать, за что им начисление. Устранить все замечания РВК-центр обязуется до 1 мая. Алексей Карельский, Денис Клинчевский, Регион 29.